земля цвета вот это вот ну начинается нормальная учеба вот это апельсин мандарин который я купил магазине да я не обратил внимание из пяти или шести штук один был с дырочкой но не обратил вот ясно уже что когда я его раз прошел он оказался уже внутри грибы видите вот я все время смотрю когда нам показывают деревья усеянные плодами а на плодах раны вот это мог быть град вы скажите кто из вас не попадал в сад под град да появляются маленькие дырочки потом они начинают портится или портится само дерево а за ним а это все как называют то прошлое кто не лезом тот чем угодно вот болезнь много на придумали на самом деле это последствия или болезни самого травмы дерева или травмы самого плода вот когда для меня есть когда взял от ковырнул и посмотрел так и вот а теперь представьте себе что вот еще целый жаль я уже успел испортить он целый высокой рамкой и она дереве это тоже плод плод это тоже плодовое дерево мы их называем цитрусовое но это тоже она тоже боится мороза где-то есть граница вот где-то покрывается грибами и обязательно скажут караул грибы накинулись на дерево это не грибы накинулись на дерево это мы искалечили дерево просто подвернулся вот такой пример вот она и сена мы искалечили дерево мы искалечили плоды и когда они начали умерщвляться за дело взялись грибы свою честную работу выполняют я низко им кланяю вот вот тимошка кланяется осенью если вы знаете этот момент истины я с трудом заставил посадить косточки абрикосовые причем переросшие там уже выбросить вот такие хвосты красави аккуратно вот если зайдут продадим если осенью я сейчас вам скажу больше был момент это то что я говорил выше миллиарды рублей из карманов из наших это мы не считаем а вы знаете что с 1 июля поднимаются цены на все услуги жкх говорят 3-4 процента значит ждите 6 и 10 так еще меньше будем зарабатывать а они то что сделали они у меня весь сквер во дворе выпили вот выпили тот самый когда половину выпили ли апрель я устроил скандал на весь город пригласил телевидение орал в эту самую телекамеру вот было было сейчас прошло полгода то есть это было прошлом году прошло время они последний спили а почему они взяли бензин наверняка умножили на 10 расходы раб сил умножили все умножили все мы заплатили так вот я сейчас эту тему поняли да куда мы идем вот скажите что я говорю до пустяках как там про меня эти самые теми языки говорили вот они же покажу еще раз про нас братьев так вот смотрите 16 лет исполнилось сергей а потом ниже покажу фотографию всего сальца вот и там будет коротники сюжете как он где-то даже в одном месте меня обошел сходу сообразил интригую это очень важно все касается тем более тут ниже быть письмо чека которого привыкли вращать не пошли вы понимаете не пошли расстроиться и он расстроился я расстроился вот а как он начинал 16 лет он вырастил порядка 20 30 где я ниже покажу абрикосов которые к осени это бог помогал теплое длинное лето каждый третий четвертый день летний теплый дождь к осени я не доставал до некоторых руками вставая на цыпочки прививка раще в двух летах это самый мощный в моей жизни были часть я привил и он тут же на соседней грядке стоял на коленях потом я первый его продал вот условно говоря это эти деньги тогда были другие деньги но с тех пор прошло 15 лет до были другие ты но это как сейчас 1000 рублей так сейчас это было бы 1000 писаем себе что я ему даю 20 тысяч рублей человеку которого все сколько мы лет прожили не нищете нет мы не голодали но жили достойно потому что и на паперке не стояли вот и никого не просили еще и другим помогали вот так мы жили когда взял эти пачку 20000 я помню он уснул нет он при мне мальчишка мальчишка из очень скромной семьи скажем так сергей железу очень дозовем это так очень скромная семья нет ни нищета не бедность очень скромная советская семья 15 лет назад вот он при мне раза три или пять пересчитывал их хотя чё там считать до 20 или там сколько вот а потом лег спать и когда я зашел комнату у него так были эти деньги зажатых вот и я это для меня это пример аж прошло аси вы видели какие у него саженцы сейчас это лучше саженцы в россии понимаете и вот сейчас я тимошки все-таки заставил тимошка щипать да не хочу да не надо я любую осенью продадим сергей говорю свет сергей я вам не напомнил тот случай может это унизительно вот но я сказал сергей сегодня сказал видишь эти абрикосики надо продать когда мы вручим тимоша эти деньги за них сколько это пренепривитый мажорцы но выделишь со смажутся моих вырастил этот директор института мясково ваулин и вот когда я еще осенью попрошу сказать ребята потратили все 300 500 рублей вот когда он возьмет эту деньги эту пачку может это это не привитая скромнее вот мой тогда родится еще один садовод вот я к чему это говорю ребят а я сегодня никто не купит всяко бывает больше хуже уже будем и так вот то я их тайком выкопаю кого-нибудь подарю а деньги вручу свои и скажу я продал а я зря говорю хотя вряд ли только дать услышит разговор уже пожарником не хочет быть блогерам хочет быть богатым